Приветствую любителей шестой цивилизации, пожалуй последний ФФА сериал перед выходом дополнения Rise and Fall, я играю за Аравию на карте Фрактал, а против меня Испания, Германия, Греция, Перикла, Ацтеки и Персия. Однако играем мы с патчем Курдезаза, что именно он меняет в игре автор расскажет чуть позже, ну а я в очередной раз напоминаю, пожалуйста воздержитесь от бессодержательных спойлеров и не оскорбляйте игроков участвующих в партии. На этом все, приятного вам просмотра и слово Курдезазу, что же патч меняет в игре? Ну во-первых у вас будет штраф на науку культуру за каждый город, поэтому когда будет очень много городов ставить, у вас это будет как бы балансировать по отношению к тем, кто их не будет так ставить. 5% Каждый город плюс 5% к стоимости науки. Так, значит все такие моменты, которые обычно байнты здесь исправлены, например бог кузни 15%, бонус мощь от религий до 5 были 10, в военных лагерях проекта с 10 до 5, то есть уже так рашить офигенно не получится. Бонус боемощи генерал-адмиралов уменьшен до 3, то есть с 5 до 3, то есть можно стакать сколько хочешь. Уменьшена стоимость технологии на 25% это из-за того, что тут штрафы были введены за количество городов, чтобы динамика не терялась, я уменьшал стоимость технологии. Значит дружба, бронитель союза, все остальное это 10 ходов будет длиться. Так, венецианский арсенал только по два корабля в том городе, где построен сам. Стоимость ядерного оружия величина могут быть построены только в городах, где есть космопорт. Ядерное оружие может быть построено только в том городе, где есть космопорт, так? Да. Так, тараны, садные башни, сталью юниты, с прокачкой осадных орудий, то есть их можно вынести, прикрыть их уже невозможно. Так, значит карточки на производство войск дают бонус всем войскам прошлого эпоха, то теперь не нужно ждать, там можно спокойно уходить вперед по культуре, у тебя все бонусы сохранятся. Ну то есть если ты вышел, у тебя карточки например на конные юниты средневековья, ты все равно сможешь строить всадников. Да, все равно сможешь. Так, значит бонусы к промышленным зонам для всего, то есть значит по зданиям 10, 15 и 20 процентов, то есть так как здесь основная стратегия, основная военная, это именно все по через деньги, для разнообразия вот было добавлено. То есть бонус к аэродрому, то есть который дает теперь 50 процентов, то есть за свои здания. Война лагеря тоже дает 15, то есть война лагеря, что важно, первое здание дает 15 процентов производства только к специализированным юнитам, а дальше вот то есть это академии и оружие дает именно ко всем. А что значит к специализированным? Ну например конечно да столько коням например, к легкой тяжелой кавалерии, а уже казарма для дальнобойных юнитов и для пехоты. Ну что всем, всем хорошей игры. Интересно. Да, всем удачи. Ну аравия интересная нация, типа на веру. Проблема в том, что надо веру основывать. И моя способность, что я получу последнего пророка в случае, не думаю, что в сетевой игре она будет работать, потому что тут люди очень редко, прям все основывают веру. И мне придется наверное какой-то один город специализировать на веру. Потому что все-таки плюс 10 процентов к науке, культуре и так далее, это очень неплохой бонус. Очень неплохой. Так. Ну. Почему я не хожу пока? А, вот все загрузились, можно ходить. Так. Ну мне вот рекомендуют типа на реке поставить. Хм. Кстати, интересная идея. Действительно. Почему бы и не уйти? Сбережье. Ну что вот такого тут, ладно. Ну если мы тебе тогда от сахара погнали. Уйду. Его не хочется делать. То есть на камень я не хочу ставить, потому что я могу взять пантеон. У меня респаун вообще без люксов. У меня без холмов. Он нашел 11. Да, вот у меня без холмов тоже. Здесь у меня производство вот конечно грустное будет. После что тут походу тоже море. Весело мне будет. Блин. Я не пойду сюда. Потому что. Всем удачи, ребят, я пошел. Обратите внимание на гавань. То есть когда технологи посмотрят на гавань, там есть производительность горожан на отдельном горожане, плюс 4 пищи. На гавань что? В исследовании. Нет, я навел. А, производительность горожан, плюс 4 пищи. Ничего себе. Это специалист в гавани или что? Специалист в гавани дает плюс 4 пищи. А до этого давал деньги? По-моему, деньги науку. И развлекательный корпус. Теперь тоже дает плюс 4 пищи. Конечно, нелогично, но, по крайней мере, те кто у воды, те кто на земле, также смогут получать пищу. Чтобы было какое-то желание вообще строить эти... Да, производства нету. Производства нету. Ребят, удачные игры. Извини, что опоздал. Спасибо. Бывает. Спасибо. Хм. Так, тут поймы. Да, ну вот видите, очень медленно строится. Ну, правда, я сейчас переключил на еду, чтобы еда добывалась. А здесь сколько? Тут 5 пищи вообще с сахара. Может... Так, в клетке... Ну, тут всего 3. Знаете, надо куплю, чтобы быстрее. Рост-рехода. Привет, перс. Ну, как? В мире или нет? Вы насиливайся. Я даже не знаю, где ты находишься? Ну, я так думаю, что рядом. Рядом. Мне кажется, в принципе, можем попробовать расселиться. Необязательно воевать. Хорошо, договорились. Я поразведаю как можно больше и... Скукота, фу. Восемь клеток. Сейчас сюда схожу, но я тут вижу, что не дай мне, не дай мне, что не ходить, я вижу, что тут... Конец моря. Ну, я не знаю, можно проводить, говорится, не ставить, чем города между нашими столицами. А это было бы разумно. Когда вы найдете себя в холле, прекратите. Ну, да, здесь... Вообще, в столице практически производство. Я вот не буду эти леса вырубать, потому что иначе мне неоткуда производство будет взять вообще. О, так может я тут за горами от всех отделен буду. Это интересно. Так, давайте я, наверное, сразу строителя... В целом, там даже ставить-то... Еще одна ускала. Нет, 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 еще одна ускала. Как на ладони. Ну, да, и тут, в принципе, некуда даже ставить, в принципе, то есть, местов нет. Ну, чисто теоретически... Можно поставить просто между двумя этими. Ну, я вот по этой реке, которая вверх от моей столицы идет, я буду ставить город. Ну, хорошо, доказать. Ох ты ж, нифига себе. Появились варвары. Хотя это фрактал. Тут могут быть вообще такие странные загогулиные ландшафты. Пока оставлю как есть, все. Сейчас возьму, наверное, пока для начала все... Прокачку скаутов. Потом уже против фарваров. И производство. Может взять на пантеон. Блин, у меня тут вера пока только скромлихов. Я думаю, что мне пантеон надо брать... То есть, если строить просто... Мне в любом случае надо будет строить район священный. Не знаю, в столице ли он. Скаутов надо. Ну, тогда давайте я все-таки строителя сначала построю. Ну, что за подвисание у меня какие-то. Так, дальше найти мастерство пока. Да, не на краю. Я думал, это будет такой вот полуостров. Да, я... Скрой. О, Карфаген я встретил первым. Надо какую-нибудь клетку купить на производство. Думаю, в какую сторону. Наверное, сюда, к сахару. Привет, да? Привет, немец. Здравствуй. Так, ну, покажу. Вот наводство и следую. Ну, я рабочим обработаю рис и получу ускорение для орошения. Я открою, потому что мне сахар и чай, видите, требуется орошение оба ресурса. Кстати, это видео вышло при поддержке космической глобальной браузерной стратегии ConsolWar.ru Обязательно загляните на этот сайт, а после регистрации введите кодовое словосочетание Леша Рептилоид. Получите пригоршню бонусов. К тому же, буквально со дня на день в игре появятся глобальные новшества. ConsolWar.ru Тут я горами как-то отделен. Тут меня вот в эту сторону меня не... Хотя я бы убрал вот тут этот лагерь скаутов и поставил город. Тут вот выглядит, что очень неплохо. Правда, никакого ресурса я не вижу. Но, в принципе, вот здесь неплохой город. Это в пустыне. Тут и для Петры, и для... Так... Боюсь скаутам уходить, что сейчас побежит скаут к Каиру, и там будет спа... Делаются куча варваров и ко мне придут. Но надо исследовать территорию. А, блин, тут такой заливчик. Не очень хорошо. Не очень хорошо. Так, я хочу обработать рис, потом камень и, надеюсь, орошение открыть. К этому моменту. То есть обработать еще чай. I'm fond of pigs. Ускорили орошение. Сколько оно будет открываться? Четыре хода. Долго. Что поделать? Отстой, куда думаешь селиться? Ко мне под стольню? Ну, мне к тебе к стольню, в принципе, далеко. Но я думал, под своим поставить город. Я пока не пойду, я хочу здесь поставить скаут. Мне под стольню, да? Ну, у тебя достольнее, я не знаю, ты там тоже успеешь город поставить на стольню свой. Я тебя под постолицей буду ставить. Ну, тут не что, я видел, если что. Просто там есть минуту, чтобы я привезу, для примера, значит, там собирать ставить. Давайте думать, значит, на обижание конфликтов лишних. Я хочу тут. Город. Три. Раз, два, три. Вот тут. Что-то мне повисает игра, я не понимаю. Три. Вот тут. Давайте-ка, наверное, поселиться начнем делать. Где-то вот на этом перешейке надо поставить. Да, вот тут, наверное, надо дотянуть до ртути. Ну, вот пока вокруг столицы понятно, где города ставить. То есть, раз, два, три, четыре города есть. Предварительно. Всего лишь вторая, кстати. Всего лишь вторая руинка. Так, я вот здесь встану в защиту. Просто тогда точно ко мне этот варвар не пойдет. Видите, там горы. О, интересно. Интересно, тут завернута карта. Ну, это фрактал. Фрактал всегда прикольный такой. Необычный. Ну, мертвое море постольку, поскольку так мастерство. Давайте отложим на международную торговлю. Потому что я сейчас третью клетку... Ну, не сейчас, а через два хода третью клетку обработаю. Жалко, что эти руинки не скаутом открываю. Они бы у меня тогда прокачались хотя бы. О, я уже тут скаут... А, ну да, он открыл. Давайте по лесам. Как-то лесов у меня больше выглядит. У этого вообще уровня не... А, подождите, надо проатаковать. Блин, он сильно умирает тогда. Достаточно одного атаки, и он получит уровень. Проблема в том, что тогда его убьют. Варвары. Да, неплохой. Ну, местные... У меня вот проблемы у всех местных, и у меня нету производства. Или можно этот город поставить? Делевее? На одну клетку, на одну клетку, да. Ну, а ты туда куда себя город будешь ставить? Мне интересно. Если я левее поставлю, то получится прямо возле моей что-ли. Гор. Так, давайте пока дальше думать. А я тогда не буду гор сверху ставить. Ты поставишь его левее. Ну, если поставили, то за рекой. Мне надо, на самом деле, на одну клетку выше, и этот город как-то ставить, и этот, и тогда сюда влезет еще. Надо думать. Надо думать, исследовать. Надо этот лагерь варваров убивать. За рекой это где? За пряностями. Нет. Хммм. Да. Хммм. Да. так чайок добываем ближнего и дальнего боя да наверно сменю и настрою у кого-то встретил привет аравия тут и персы рядом немецки велел здорово где мы встретились персами так не сильно не угрожает недалеко от карфагена вообще собираюсь селиться немножко и северо-западнее с греком мы договорились так что сильно буду ухаживать так кстати тут чудо рядом хорош что я хочу дальше давайте наверно откроем священное место немец поставь где ты хочешь город ставить возле пряности там решим выполнил задание карфагена отлично подвисает иногда игра по какой-то причине это кстати скорее всего из-за обмена данными таким образом синхронизируется наверно в первую очередь сюда поставлю чтобы если мы все здесь у карфагена чтобы он пройти не мог ко мне сюда и чуть тут исследовал а чем тебе не нравится если я там город поставлю тебе же он там не мешает какая разница ставь если хочешь вообще между всеми вообще между всеми и 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 Извините, был выключен микрофон Видите, я изменил Немножко, тут вот надо посмотреть выше Где-то место Так у меня пока получается, что так вот Влазят города, единственное, вот это не очень Может быть на сахар прямо можно поставить Да, я наверное сейчас на сахар изменю Тут вот получше будет И тут ниже еще река Возможно влезет Город Но в принципе мне расселяться Есть, куда место такое защищенное Довольно Это будет интересно Жалко я вот эту территорию пока не знаю И жалко я Так, давайте я Сейчас я переключу на трудовую повинность Потому что надеюсь новый континент я Найду Еще Чтобы ускорение было Так, прокачали скауты По холмам возьмем О, перса встретил Ага, с той стороны у нас перс Ясно Полечусь пока Постаю Этим скаутом Так, а этим я наверное Блин, тут священное место Не прикольно еще строить Так, тут я строителя наверное куплю А построю Монумент Так, пока стрельбу из лука Ускорю, я надеюсь Что я сейчас прачником убью Это копье В следующем Хоман убью Ну еще и грек тут Слушайте, откуда вы все поприходили из-за гор? У нас тут весело Тут мы Скажем так Вчетвером Очень рядом Ну я под горами прошел А здесь есть такой Скажем так Маленький Поход Ребята В общем Перс, грек Вот вы откуда пришли Туда уходите Если пойдете дальше В мою сторону Объявлю войну Я просто не хочу Чтобы вы смотрели Мою территорию У меня тут Все красиво Мне кажется Что ты на отшибе И мне хочется На это глянуть Я не на отшибе Потому что С другой стороны Еще испанец Вообще-то Я один Так что Я вам все интересное Рассказал До свидания Испанию тоже Не стоит искать Иначе Забудитесь В лесах Видишь Мы с испанцем Не очень рады Гостям Я вижу Что здесь Одни агреторы Да? Обижают Отправляют Куда-то Всех Стесняшки У меня тут Шон Бим Начал общаться Со мной Я не услышал Не важно Так Апнуть прачника Или Купить Рабочего Вот в чем вопрос Ну Я в принципе Мне вот прям так сильно Сейчас Давайте Наверное Прачника Апнем Да Каменную кладку Там будет У нас Пирамиды Сеющий город Я туп Собираюсь Ставить Ранний империй Еще Чего я ее А До шести Довел Угу Так Я хочу Следующий город Тут Ставить А тут Мне надо Варваров Сначала Расфигачить Чтобы Ну Вообще Я могу Тут Город Потом Поставить Тут То есть Здесь Не самое Такое Важное Прямо Место Так Каир 4 3 Думьят Растет Ну Надо бы Конечно Тут Эту Ртуть Выкупить Однер Прямо На сахар Тут Этот Город Ставить Сейчас Я поменю Блин Фух Не убил Слава Богу Тут Удалим Поставим Здесь Вообще Вы знаете Я наверное Сюда Поведу Город Ставить И Хочу Это Здесь Священное Место Поставить Не Давай Ты Дальше Не Пойдешь Ты Кто? Я Ацтек Я К тебе К штольне Не ходил Ну Ну Хорошо Ну Если Ты Хочешь Дружить Теперь Модно Тогда Почему Столицу Что Не Называть Почему Не Увести Воина Орла От моего Города Ну Он Сначала Туда Стал Потом Ты Ворот Поставил Так же Отпад Так Тут Придется Отойти Пока Беспокойся Араб Я Сейчас Уйду Блин Надо было На холмы Прокачку Этому Скауту Убрать Теперь Сколько Ты Уйдешь Либо Вниз Либо Влево Я Понял Я Вниз Вот Иди Вниз Там Грек Где-то Еще Бегает Вы Возьметесь За руки И Хороводы Можете Водить Не Я Здесь Чтобы Собачку 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 Блин Вообще Конь Может Пробежать Честно Говоря Ладно Подумаю Что с этим Я могу Лагерь Захватить Да Отлично О Еще Трех Варваров Уже Убил Это Здорово Блин Никак Не могу Испанец А ты На каком Континенте Находишься Секунду Вальбара Ну Ну Зашибись А ты Вдруг Континент Нашел Нет Ну Ты Я На Том Континенте Ну Я Очень Далеко От Тебя Я Даже Твои Границ Не Видел Я Понимаю Но Прикол Я Думаю Если буду Уйти В твою Сторону Найду Новый Континент Оказывается Фиг Мы На Одном Континенте И Далеко Направо От Меня Тоже Нет Континента Нового Пока А у тебя Еще Куча Места Направо Да Есть Я Пока Еще Никого Не Встретил Кроме Тебя А Ты Никого Не Встретишь Они Все Слева Ну Значит Круто У Меня Там Скала Тупо А Работ Трется Что Есть Шанс Встретить Поторговать Давайте Наверное Дострою Разведчика Да Надо Обработку Бронзы Открыть Посмотреть Где Железо Затем Затем Не Затем Открыть Встрет У Затем Встрет С С Неб Все С Свят Встрет Очист С Встрет Встрет С Встрет Так, пожалуй, под защиту возьму посила пока. О, нанмадоу. Традицию, там где-то у них должен быть лагерь, рабочего надо купить. Персия в античность вышла, ну, не возражаю абсолютно. Блин, как они-то стали. Я про варваров. С этим лагерем что-то сделать, конечно. Так, куплю тут рабочего. Просто думаю, где лучше рабочего купить. Может тут? Не, я, пожалуй, здесь куплю рабочего. Потом еще накоплю. Сколько еще? 110, наверное. У нас тут по районам никто еще ничего не... Ага, неизвестный игрок. Это кто там уже военный лагерь построил? Курдизас, наверное. Да. Испанец. Он еще священное место построил. Он очень плохие. И то, что он... Скорее всего... Ну то, что у него места мало, поэтому наверняка он войной на кого-нибудь пойдет. Заранее так сказать. Он, это ты о себе в третьем лице? Ну Перикол, у него есть три города нормально, и все. То есть, либо он идет на перх, скорее всего. У нас с ним договаривают. Вот, постою, лечусь пока. Ходок действует. Во всякий случай. Кинул. Ну. А у всех иногда целый подвисает, или только у меня? У меня пока нет, нормально все. Хотя у меня Цива стоит на внешнем накопителе. Так. Блин. Железо как раз на этой клетке. Чуть бы раньше поставил город и поставил бы тут район. Сейчас я вот не могу здесь район поставить. А так бы поставил район и железо бы присоединилось. Так, а давайте посмотрим, как меняется действительно стоимость технологии. Следующим ходом тогда посмотрим. Это не маунтен, который мы уничтожим. Наконец-то я с этим лагерем разобрался. Ну, вот как у меня тут железо прилично, кстати. Давайте. Давайте попробуем вот это обработать. Так, а что у нас тут тогда со священным местом? Ну, придется тут поставить. Так. Тут лечимся. Тут пытаемся найти. Так. А где там Евразия, вы говорили? Михаил. О, далеко. Тут еще и Атлантика, кстати. Но это над Кельном. Очень далеко. Очень далеко. Но если видишь Зазимба, то над ним есть Атлантика. Атлантика. Блин, поселенцы 5 ходов. Ой, 10 ходов. Это долговато. Блин, поселенцы 5 ходов. Так. Надо сейчас поменять строительство юнитов. Позволяем перестать сам. Здесь поставим, знаете, плюс 5 против варваров. Тут производство так и стоит. Ну, по идее, не должны убить. Тут не хватает клеток перемещения. Перст, ты тут? Да, я тут. Там слева лавер стоит. Если двинешь лево своего разведа, сдохнешь. Там конники стоят. Где? Я не понял. Это кто? Где? Ну, это Ацтек. А, ну окей. Он просто все разведует. Кто со мной разговаривает? Прекратите баловаться, да? На, блин. Купил рабочего. Я просто сейчас вниз пойду. Окей. Не, ну просто я тебе говорю, там 4 конников. Немец. А ты выше Кельна не собираешься селиться? Нет. Нет, я не услышал. Повтори, пожалуйста. Окей. Если бы я сейчас апнулся, то это не... Блин. Я уже думал, ханаму. Блин, не хватает. Ладно, давайте тут пока ферму, потом тут я пастбище и тут обработку железа сделаю. Ну, тут интересные места уже есть. Раз, два, три. То есть, либо тут, либо тут. Давайте пока временно поставим сюда. Да? Надо тут с воровами разобраться и идти этот верх исследовать. Да ладно, откуда он вообще тут? Да он, в какой он сейчас лагерь побежит? Внизу где-то? Так, пока не буду апгрейдиться. Я хочу клетки покупать. Палисам, блин. Ой. Добрый вечер. Так, у меня и двое лошадей есть. Это позитивный аспект трейда, я думаю. Конечно, мир будет взятым вместе. И двое. И два железа. Так что... Так что мы тут менять пока не будем. Дальше пойдем в Раннюю Империю. Потом политическая и философия. Ну, трудовую повинность я сейчас должен ускорить. Нет, семь ходов осталось. Нет. Что-то денег мало. Ну, потому что у меня много юнитов, они много жрут. Так, пока стоим временно. Я хочу здесь вот исследовать, сюда встать. О, тут железо само присоединилось. Присоединилось. Это круто. Что, кстати, по армии. 115. Ну, что-то там грек поднастроил армию. Ага, тут ничего интересного. Ладно. Просто север. Блин, мне еще надо третий город государства найти для ускорения политической философии. О, а куда смотался варвар Интереса? Только сюда куда-то мог. Блин, ну, зря рабочего купил. У меня, получается, нету денег купить клетки, которыми он обработает, которые он будет обрабатывать. В чем проблема? Поэтому пока просто ничего не делаю. О, тут немец прямо рядом. Грек, немец. То есть, у грека с немцем война явно будет. Это здорово. Так, давайте-ка мы тут этого варвара ловить будем. И монумент завершен. Рост идет. Давайте торговаться. Надо деньги ускорить. Там религия, наверное, уже основана. Нет. То есть, вот сейчас прямо... Да, вот сейчас испанец основывает религию. Главное, и перст там еще пытается религию. Немец, а зачем тебе такая армия? Сейчас, я захватываю ГГшку. Ну-ка, я не знаю. Здесь, да. Я не знаю. Я, я не знаю. как бы тут грек не захотел города поставить сейчас возьму производство при создании поселенцев и в каире еще парочку 1 2 3 ну вот тут например еще город неплохо поставить бы пойдем к этого скаута ловить еще тем более тут надо территории засвечивать пусть и тут появится лагерь варварского не поздоровится прямо в центре моей территории но полицизма снова эту клетку куплю все-таки что ж он взял святилище и храмы плюс одно жилье ступы жилье и довольство да интересно религию 4 нтв с рюперс еще на религию пошел мне все равно надо основывать о открыл 3 3 гэгэшку отлично но ауна в лайф из вейстед дат и спенте на саду это же лучше из ланка так делаем поселенцев тут пока плюс 50 все остальное оставляем не знаю что мне уже трудовую повинность 3 хода осталось а тут пару ходов драмы и поэзию по исследую пришли на крайний юг здорово блин 40 стал был интересная карта получилось смогу эту пробраться между не всех по не нашел новый континент я больше скажи чешку нету не встретил они наверное все у испанца дедукция да ну тут вы испанцы конечно учителя наверно в этой территории тоже моя видимо так запущу в алеппо деньги ускорим да тут проблемы с зензибаром что я могу только вот здесь город поставить на самом деле ну тут еще вопрос вообще надо ли мне тут город ставить такое место сейчас смогу эту дачу пробраться руинки наконец-то найдены которые не подобрал все лишь третий рынка за игру так вообще я бы коммерческий район тут строил поэтому на один ход надо что-то запустить пусть а может стоунхендж построить алексей накидал ничего нет у тебя торгануть пока нет но будет давайте на стоунхендж бахнет ну кроме чайных пакетиков у меня сахар будет нет тоже тоже есть потому что мы с тобой на одном континенте пока никуда коммерческий район кстати поставить какой благославка пропустим нет ну что что это про это о ход до железа на раз вроде хорошая бонус давал я не душу каши немец попрёстся на меня через одну клетку тем пришел тоже тут ни фига не исследовал ну видите все меньше необходимости тут город ставить блин пирамиды кто-то построен а пирамиды кто построил ну да судя по вашу я его единство кого не встретил и мне написано неизвестный игрок а стронг экономии бегаем чудо стронг валадики а стронг экономии бегаем чудо стронг валадики кейтед work force так я пока возьмем не на поселенцев а как раз на чудеса дострою что он хэнш кейтед кейтед перс да и тут плотничком пенсион следующим ходом могу взять я алексей видел траву разведал тут бегал а руинку ты пропустил где там была такая кишка слева небольшая вот чуть ниже нее а я направо ушел воинам лагерь долбить а ты пошел по верху разведом ну там тоже есть руинки я там вверху вроде ходил уже собирал видимо ты тоже пропустил видать загляните на сайт console war точка ру а после регистрации видите кодовое словосочетание лёша рептилоид ну а на сегодня все продолжение партии надеюсь появится завтра спасибо что застрелили до конца я лёша халец и тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы цели до конца видим она вам понравилась я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры